Я до последнего не верила в то, что возможно такое. Когда мы на работе это все обсуждали, я говорила, что не может такого быть. Но я постоянно смотрела соцсети всякие, где было написано по поводу войны, где часто писали, что российские войска поотводили все от границ наших, что ничего не будет. И как раз 23 февраля вечером девочка мне знакомая пишет, что выставили ракетные установки и что-то будет. Я говорила, что это все бред, не нужно в это все верить, и в 6 утра звонок от мамы, что началась война. Наша тату-студия решила не оставаться в стороне, так как приезжает к нам много беженцев, и все нуждаются в помощи. Часть своих заработков мастера также делятся, чтобы закупить монетарную помощь для переселенцев с маленькими детками. Есть много переселенцев, которые приезжают практически без ничего, даже зубной щетки нет. Стараемся помогать, чем можем. Помогаем маленьким новорожденным деткам с подвузниками, смесями, кашками, пюрешками. Мы закупаем частично сами, частично нам помогают люди. Я думала, что это все шутка, не может такого быть. Я думала, что это буквально на полдня, может день-два, но все продержится и все. Первая ночь с 24-го на 25-е было очень страшно, когда мы были в Киеве. У нас еще не было в городе Сири, не было этого всего слышно. Но это было страшно, ты не знаешь, что делать в этой ситуации. Такая безысходность. Я не хотела эвакуироваться, потому что мои мужчины, папа, брат, они все решили, что они будут воевать за Украину. И я поняла, что я нужна здесь в тылу. Я верю в нашу победу. Я верю в то, что вместе с тем, что мы помогаем нашим переселенцам, мы на еще один шаг ближе. Потому что мы выиграем, мы все, народ весь схватился, да. Все начали помогать и верю в то, что мы победим.